Латвия 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 Спустя час семейное фото. Официально оно так и называется. Это ведь европейская семья. И снова Юнкер не может сдержать эмоции. Отметим, что в Ригу смогли прилететь лишь 22 еврокомиссара из 28. Объяснить, чем в этот день заняты остальные, в секретариате президентства не смогли. Я не буду вас учить. Я лишь послушаю, как вы готовитесь к президентству в ЕС, заявил сегодня председатель еврокомиссии Жанклод Юнкер на встречу с президентом Латвии. Что же, похоже, все готово. И сегодня, после довольно напряженной первой половины рабочего дня, сейчас проходит последнее приготовление к совместной пресс-конференции Ламдоти Стравьемы и Жан-Клода Юнкера. Осветить президентство Латвии в ЕС в Ригу приехали более 90 журналистов из-за рубежа. Мы долго беседовали с господином Юнкером, и я рада сообщить, что приоритеты Латвии полностью совпадают с европейскими. Это будет очень удачное сотрудничество с Еврокомиссией. Мы выполним нашу амбициозную программу, и через полгода увидим результаты. Когда-то я был премьер-министром Люксембурга и уже руководил работой Совета Европейского Союза. Мой опыт показывает, что именно маленькие страны очень успешно руководят Европейским Союзом. Маленькие страны концентрируются на самом важном, не теряя времени на второстепенные вопросы. Я вижу, что правительство Латвии и премьер-министр очень хорошо подготовились, чтобы справиться с этой задачей. Председатель Еврокомиссии добавил, что один из приоритетов не только Латвии, но и всего Союза – принятие инвестиционного плана Европы объемом в 15 миллиардов евро. Его инструменты должны быть утверждены как раз во время латвийского президентства. Не обошлось сегодня и без первых громких заявлений. Мы с Ламдатой обсудили сегодня и вопрос Украины. Я могу сообщить, что мы намерены продолжить оказывать помощь этой стране, нуждающейся в европейской солидарности. Сегодня мы приняли решение выделить Украине дополнительные 1 миллиард 800 миллионов евро. Конечно же, особой темой дискуссии сегодня был и вопрос региональной безопасности. В связи вчерашних событий в Париже Юнкер пообещал внести новые предложения в европейскую программу по борьбе с терроризмом. Какими они будут, пока не сообщаются.